доброго времени суток друзья вы на канале дивный творческий мир и сегодня буду делать красоту из джута скорлупы фисташек и картона а точнее будем делать фоторамку и так приступаем понадобится гофрокартон обычный упаковочный моя фоторамка будет размером 24 на 19 сантиметров контуры рамки я уже отметила а теперь по всем четырем сторонам отмеряем по 5 сантиметров это будущее поля и таким образом в центре у нас остается размер 9 на 14 сантиметров как раз для фотографии размером 10 на 15 вы можете уже подстраиваться под ту фотографию которую вы хотите вставить в эту фоторамку и делать соответственно другой размер самое главное оставляйте припуск где поля чтобы вы могли потом спокойно вставить фотографию и так вырезаю вот что у меня получилось планочку я вырезала 19 на 4 с половиной сантиметра для того чтобы я могла вставить фотографию и она у меня не падала ниже а хорошо держалась также вырезаем обратную сторону фоторамки просто сплошной картон 19 на 24 сантиметра вот у меня уже лицевая и изнаночная сторона рамки есть поля по 5 сантиметров как я уже говорила и три полочки такие узенькие три полоски мне понадобится 1 19 на 4 с половиной сантиметра и две полоски 19 с половиной сантиметров на четыре с половиной сантиметра две одинаковые а теперь начинаем все склеивать и соединять я использую полимерный клей можете брать любой заднюю стенку фоторамки я обклею обоями чтобы все смотрелось достаточно аккуратно и прилично светлые фоновые обои приклеиваю как я уже говорила на полимерный клей обязательно оставляйте поля уголочки я обрезала чтобы удобно было подвернуть вот одна сторона стеночки уже обклеена а теперь покрываю клеем вторую сторону и также приклеиваю обои но тут я уже края просто обрежу этого мне будет достаточно потому что далее она будет соединяться со следующим слоем фоторамки а сзади будет все выглядеть аккуратненько теперь хорошенько промазываю вот эти три полоски та которая покороче она у меня идет вниз в основание и две боковые получаются четвертая нам не нужна на этой стороне как раз таки мы с этого боку мы будем вставлять фотографию приклеили эти полоски они как раз таки нужны как ограничители для того чтобы хорошо держалась фоторамка а на лицевую сторону я приклеиваю мешковину все также на полимерный клей хорошенько разравнивайте на полимерный клей мешковина клеится замечательно самое главное не оставляйте складок все хорошенько разровнять уголочки я срезала а теперь все хорошенько подворачиваем на изнаночную сторону по центру я мешковину просто разрежу и так же все обклею лишнюю обрезаем самое главное чтобы с лицевой стороны все смотрелось красиво ну вот лицевая часть готова и теперь соединяем обе части промазываем вот эти три полоски которые мы приклеили к задней части и прикладываем лицевую сторону аккуратненько все придавливаем чтобы все ровненько получилось и вот отверстие для фотографии сверху а теперь делаем ножку подставку которая будет держать фотографию вертикальном положении для этого берем прямоугольный кусочек картона высотой на два сантиметра ниже фотографии и сужаем его в виде пирамидки и теперь этот кусочек я также обклею обоями так как здесь идет скос по диагонали я просто аккуратненько огибаю этот картон обоями ищу центр срезаю все лишнее и подклеиваю со второй стороной поступаю точно так же и тогда у меня будет аккуратненький незаметный шов посередине изнаночной стороны лишние обои отрезаем все аккуратненько подклеиваем и ножка готова но приклеивать ее к рамке мы будем позже так как если ее приклеить сейчас она будет мешать и рамка будет лежать неровно а мне нужно сделать еще декор так что с ножкой позже а пока приступаем к декору для декора мне понадобится скорлупа фисташек и я буду делать цветок из скорлупы для того чтобы серединка получилось идеально ровной я беру обычную пластиковую крышку от бутылки потом я ее уберу если вы уверены что сделаете все ровно можете этого не делать итак я положила крышку и аккуратненько по кругу обклеиваю ее скорлупой фисташек это будет первый ряд моего цветка следующий ряд я стараюсь приклеивать лепесточки между лепестками первого ряда и так далее все скорлупки разные старайтесь подбирать примерно подходящего размера в центральной рядочке я подбираю более мелкие скорлупки фисташек а уже крайние ряды можно брать самые крупные так будет гораздо красивее и крайние ряды мы располагаем уже не так ровно а под углом чтобы цветочек как бы раскрывался я вот уже заканчиваю и пожалуй в центре я сделаю еще один аккуратный рядок чтобы серединка была немножко поменьше первый цветок готов продолжаю делать второй ну вот цветочки фактически готовы и теперь я буду приступать к серединкам для этого я беру полимерный клей и хорошенько промазываю серединки не жалея клея и также беру вот такую мелкую кукурузу зерна кукурузы сначала я работала пинцетом вставляя зернышки по одному чтобы сразу их располагать лицевой стороной но кукуруза мелкая и это долгий процесс я сделала проще я просто насыпала зерна в серединку и аккуратненько пинцетом поворачивала их лицевой стороной так дело пошло гораздо быстрее и так делаем серединке у обоих цветков ну вот с цветами я закончила а теперь понадобится джутовый шпагат и полимерный клей джутовый шпагат я хорошенько смазываю клеем чтобы он уже был им покрыт и буду делать такие завитки возле каждого цветка только с одной стороны завитки будут идти вниз а с другой стороны завитки будут идти вверх то есть как не расположив фотографию все будет зеркально вот я один завиток уже сделала он хорошенько приклеивается к мешковине так как уже смазан клеем отрезаем аккуратненько и чуть ниже делаю второй завиток также отрезаем и чуть ниже еще один третий а теперь композиции из трех завитков с другой стороны добавляю еще один и точно так же повторяю все на другом цветочки только там эти завиточки будут идти вверх то есть они будут расположены как бы зеркально ну вот завиточки готовы а теперь от каждого цветка в сторону я приклеиваю джутовый шпагат кусочек примерно 10-12 сантиметров это будет веточка с листиками листики делают также из скорлупы фисташек и приклеиваю их на термо клей а и Теперь мне нужно задекорировать некрасивый срез картона по контуру фоторамки. Для этого я беру джутовый канат диаметром 6 мм и приклеиваю его по периметру на термоклей. Таким образом закрываются все неровности и вот эти некрасивые картонные срезы. Ну вот все готово, осталось приклеить только ножку. Для этого я беру прямоугольную полоску льняной ткани и приклеиваю ее к верхней части ножки на термоклей. Точно так же еще одну полоску приклеиваю к нижней части ножки. А затем уже приклеиваем эту полоску ткани к самой фоторамке по центру, примерно сантиметр ниже верхнего края. Лишнюю полоску ткани обрезаем, оставляем именно то, что нам нужно приклеить сверху. А вот снизу оставляем такую длину полоски, какой угол фоторамки вы хотите видеть, когда она будет стоять. То есть она будет располагаться под наклоном или более вертикально, тут уже решать вам. Приклеиваем нижнюю часть ткани и ножка готова. И вот такая фоторамка у меня получилась. Из джута, скорлупы, фисташек и картона. Надеюсь этот мастер-класс будет для вас полезен. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, мира, добра, здоровья и благополучия. И как всегда творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok